Всем привет, чуваки! Вы смотрите ежедневный влоги Кэм Уз Мэн. Сегодня у нас суббота. Суббота, 24 октября. Да, и этот день мы начали с того, что... Что? Поехал я в СТО, потому что с этим колесом нужно что-то делать. Заехал, почитал, подумал... Ну, почитал сначала в интернете, что к чему. Подумал, что может быть балансировка коевая. У парней спросил, они говорят, нет, нифига, эта балансировка здесь ни при чём. Это, скорее всего, развал схождений. Но, говорят, через полтора часа только сможем посмотреть вашу тачку. А мы хотели пойти на небоскрёбы, на фильм в Атриум. Прогулка. Небоскрёбы? Ой, прогулка. Да, ну про небоскрёбы, собственно говоря. Ну, в общем, короче, фильм отменяется. И сейчас тут кушаем, едем, наверное, к СТО, берём с собой ноутбук, смотрим сериалы и ждём очередь. Да, потому что, блин, машина важнее. Да, ну, нереально сейчас ехать на маршрутке не хочется. Прихватили заплесневевший батон для голубей. Ну, он подсох, нормал. Взяли с собой немножко фруктов. И барника мы взяли, но не возьмём, потому что собак нельзя в Астову водить. Потому что они же не машины. Да, барни? Ну, не обижайся, мы скоро придём за тобой. Ребята, мы уже выехали со СТО. Нам подправили развал схождения. Вот, тачку не должно никуда везти, говорит, когда отпускаешь руль. Ну, самое важное, конечно, в развале. Но, когда держишь прямо, немножко уводит. Когда сам руль прям держишь, да. Теперь чуть-чуть, но это вообще незаметно. Короче, Миша что-то там погнул. Да, от того, что, видимо, влетел в яму, что-то погнулось. Но он говорит так, это незначительно вообще беспокоить не должно. Если, типа, короче, когда стойки уже умрут, тогда стоит об этом, типа, задуматься. А сейчас, ну, не резину это не съест, ничего. Короче, мы идём в банкомат. Во-первых, с того, что вытрачиваем 400 рублей, потому что у нас всего наличие было 500, а карточку он не принимает. Здесь есть банкомат, сейчас снимем. Ну, и заодно и закупимся всякие фрукты, овощи. Всё, что... Да. Бей. Миша мешает салат. Да, Миша мешает. Короче, салатик у нас сегодня из огурцов, помидоров. Листьев салата разных. Да, разных. И лук-порей. Лук-порей, да. Сол. О, там вообще, чё там нету? Там пшеница, помидоры, лимонный сок, масло оливковое, соль, перец, а, и кешью ещё. И кешью. Ну, кешью в цельном виде. Да. Короче, будем смотреть сейчас «Бойтесь ходячих мертвецов», это последняя серия первого сезона. Потом будем смотреть «Фарго», новый сезон, там две серии у нас есть. Но вообще, хотелось бы посмотреть какой-нибудь фильм. Вообще, поскольку мы сегодня застряли дома в эту субботу, то, реально, иногда хочется просто... Ну, у нас же есть список фильмов ВКонтакте. Да, да. И тем более у нас есть HDMI кабель, можем онлайн включить и немножко попиратить. Ну да. Не, ну если на сайтах есть, сайт надо закрывать. Мы здесь что? Мы потребители. Короче, и кушаем, смотрим. Да. Приятного аппетита, если вы тоже кушаете, а сделайте паузу и съешьте там что-нибудь, что вы любите. Кушайте то, что вы любите. Сидим такие, смотрим фильм. Это жесть. И приходят в Вайбере, типа, сообщения. Мы в Василькуле стоим, от Мишиных родителей. Миша такой, они уже в Василькуле. И такой сидит спокойно. Я говорю, Миша, это Омская область. Мы просто ждали, что завтра родители Мишины приедут. Да, я сейчас в шоке. Нам нужно выезжать уже сейчас на вокзал. Да. Капец, блин. Это просто дико. Я тоже хорошо помню, что говорили, что мы приедем в воскресенье. Я еще у папы спрашиваю, в воскресенье? В воскресенье, типа, поздно вечером, ну, ночью. И, типа, в понедельник на работу. Я реально помню этот разговор. Короче, мы собираемся, едем на вокзал. Мы просто мчимся уже, господи, боже мой. Мчимся на ЖД вокзал. Да, у нас еще 150 минут. Да, ну все равно. Это же капец с одного края города до другого. Пока шли до гаража, погуляли с барником, потому что он нас заставил просто с собой гулять. И оказалось не зря. Он сделал все свои жизненно важные, жизненно необходимые дела. Вот. А мы... Я пока его, короче, помыл. Ну, сейчас мы его не моем, мы лапу ему протираем. После этого я успел полыть... Помыть, смотри, сколько зипунов. Помыть полы по всей квартире просто. Ну так, это, конечно, поверхностное мытье такое, но все равно, как бы, я смыл там пыль, всякую грязь от шерсть барника. Вот, какие-нибудь крошки еще. Дороги узкие стали, вообще жутко узкие. Да, из-за снега, из-за того, что завалило. Ну, правда, капец. Мама с папой писали, что в Челябинске нету снега, в Курган проезжали, пасмурно, но снега нету. Сейчас они увидят настоящую зиму в октябре. У нас реально было такое ощущение несколько дней назад, когда вот только снег выпал, что это 1 января. Утром, когда просыпаешься, людей нету, машин нету, никого нету на улице. Стран и снега, нафига. Да, на самом деле это так. Забыли сказать, какой мы смотрели фильм. Мы смотрели Старый Новый Год. Там много всяких актеров. Очень много. Такая большая солянка. Это типа как вот елки-палки русские, когда там все... Миша хотел какой-то новогодний фильм посмотреть, а я хотела посмотреть какую-то камению. Ну, это больше, наверное, мелодрама, чем комедия. Ну, так это... Я не знаю, это жанр рождественский фильм, мне кажется, так, новогодний. Добрый рождественский фильм. Там куча-куча историй. Это типа День Святого Валентина у них был фильм. Это тоже от этих же создателей, по-моему. Да, наверное. Вот и тоже такая же штука. Там около шести историй они все переплетаются как-то немножко. В общем, прикольный, классный фильм, добренький. Ну, немножко переиграно там из редкой комедии. Слишком много такой какой-то. Как вот в русских фильмах часто бывает. Я за это не люблю русские комедии. Современные русские комедии за то, что очень сильно переигрывают. Я такой великий как воксер. Ну, это очень сильно переигрывает. Нет, не верю. У нас есть еще время, и мы шаримся по ЖД вокзалу. Ищем туалет, например. Вообще здесь снимать запрещено. Ну, всегда запрещают. Не знаю, как сейчас. Конечно, увидят, могут и запретить. А вот вам снова Омский ЖД вокзал. Немножечко. До тех пор, пока охранник не увидит, не поскочит. Ну, такие они. Ничего с ним не поделаешь. Работа такая. Все, поезд объявили. Вышли мы на перрон. Будем ждать. Вообще, ну реально просто. Зимний вокзал. Это капец. Мне до сих пор не укладывается это в голове. Но скоро уложится. Когда обратно улетим в Краснодар? В гости? Да. Сейчас там как раз, говорят, дожди всяко. Такое сегодня смотрели веб-камеру онлайн. Но тепло, мама, скажем. Такое мокрое, красное, зеленое до сих пор. Деревья там, листики. Да. Мы встали просто дико четко, прям напротив того вагона, где родители. Ребят, все, мы приехали домой, привезли родителей. А сейчас они разбирают сумки в это время. Мама там шуршит с холодильником. А мы... Я отключаюсь, я хочу спать. Нет, я как всегда не... Вообще. Я только днем хочу спать. Но... А я и не хочу днем спать. Потому что днем спать... Как-то хочется что-то делать днем. Ночью надо спать. Мне тоже хотелось бы что-нибудь делать ночью, если бы я бы спала ночью. В смысле? Вот что. Вот что делаешь с человеком бессонница. Барник скребется. Он что-то вообще кипюшной какой-то. Бегает тут. Его еще сегодня не было в ум. Он запускает. Он запускает. Не было в ум сегодня ничего. Надо же показать. Отчет. Он просто залетел. Вот смотрите, что он. Вот начинает бегать, что-то искать. Сейчас на стену замерзать. Все, выходи. Выходи. Да, конечно. Все, открывай дверь. Выпускаю. Иди, иди, иди. Где косточка? Где косточка? Иди ищи. Косточка, иди ищи косточку. Косточка, косточка. Все, закрывай. Все, друзья. Увидимся с вами завтра. Подписывайтесь на канал. Пишите свои комментарии. Оставайтесь вместе с нами. Не забывайте, что 30 октября у нас что? Встреча с подписчиками. Концерт, чекаут в баре Борода. 30 октября в 9-10 вечера. Да, вход бесплатный. Ссылка на встречу в описании. Проходите, смотрите, ознакомливайтесь. Все, до завтра. По-канал! Оставайтесь вместе с нами.